В эфире программа Ростов. Город на Дону. В студии Всеволод Гимбут. И сегодня у нас заключительный выпуск в этом году, в 2021 году, который был объявлен годом спорта. Об этом мы сегодня и поговорим. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова. Елена Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. И начальник управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Денис Браславский. Денис Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с темы, которая, пожалуй, сейчас наиболее актуальна. Она, конечно, не относится к спорту, но очень относится по времени к праздникам, которые грядут. Я понимаю, что коронавирусные ограничения на данном этапе еще не отменены. Тем не менее, что могут ждать ростовчане вот в эти новогодние каникулы? Конечно, по-прежнему ограничения, связанные с ковидом, существуют, несмотря на то, что с 20 декабря часть ограничений губернаторам Ростовской области были сняты. И мы очень серьезно готовимся к проведению новогодних праздников. Вы видите, что город украшается. Это установленная центральная елка. И 28 декабря с 18 часов мы откроем нашу городскую елку. Поэтому все, кто это мероприятие будет проходить у парка Горького на открытом воздухе, я приглашаю ростовчан принять участие в открытии этой елки, где ростовчан будут приветствовать Дед Мороз, Снегурочка, Снеговики. Ну, то есть атрибуты новогоднего праздника будут присутствовать. Все последующие дни у новогодней елки будут идти программы. Часть программ будет идти в режиме реального времени. Будут участвовать массовики и затейники. Для тех, кто будет приходить на елку, будут проводиться анимационные мероприятия. В том числе и 31 числа до 9 часов, до 21 часа вечера будет идти программа. Поэтому те, кто желает, в дальнейшем 31 числа до 24 часов, с 9 до 24 она будет транслироваться на видеоэкране. В том числе и будет транслироваться поздравления наших руководителей страны и области. Кроме этого, 29 и 30 у нас будет уже такой формат мероприятия. Это новогодний трамвай, который будет ездить по улицам города и поздравлять наших ростовчан и дарить новогоднее настроение. Это тоже, так сказать, формат, который полюбился ростовчанам. И мы это будем реализовать. Кроме этого, у нас 1 числа, продолжая тему спорта, у нас будет спортивный марафон, забег. Это тоже, так сказать, мероприятие, которое привлекает с каждым годом все больше и больше ростовчан, которые выбирают здоровый образ жизни. И мы не делаем исключения в текущем году. 1 января с 10 часов мы ждем всех ростовчан, гостей города. Также в парке Горького, у главной елки, откуда будет дан старт забегу. Ну, собственно, мы поговорили о грядущем. Вы абсолютно правильно подвели нас к теме спорта. Напомню еще раз, что 2021 год – это год спорта, таковым он был объявлен у нас. И перед тем, как перейти к главной теме сегодняшнего выпуска, давайте посмотрим материал, который подготовили мои коллеги. Движение – это жизнь. И в Южной столице она в этом году энергичная, интенсивная и продуктивная. В самом начале года администрация объявила 2021-й спортивным и наметила немало планов. 2021 год – это год спорта в городе Ростово. Ну, очень много мы делаем и строим. И задачи этот год большие. И они уже выполнены почти на 100%. Это улучшение и модернизация спортивной инфраструктуры города, пропаганда здорового образа жизни, соревнования. Одна из целей – сделать спорт доступным для всех. Поэтому в Донской столице капитально отремонтировали более 20 придомовых спортивных площадок. Вместо зала жители могут проводить время здесь, в двух шагах от дома. За всеми площадками закреплены инструкторы по физической культуре, проводящие занятия с жителями. Бег, пробежки, там, не знаю, отжимаемся, разные виды упражнений делаем. Вот, и увидел просто с окна, то, что здесь занимаются на площадке. Вот, и поинтересовалась, пришла сюда. Улучшает физическую форму и кардио. В городе действует несколько клубов любителей бега. Спортсмены каждые выходные встречаются рано утром в парках, делают разминку и готовятся к старту. Помимо взрослых, любят спорты дети. Поэтому важно создавать комфортные условия для занятий и в школах. К концу года будут готовы 18 спортивных стадионов в общеобразовательных учреждениях. Тренажеры, турники, футбольные, баскетбольные поля. Это современный спортивный объект, который позволяет нам еще больше погрузить наших учащихся в мир спорта и здорового образа жизни. Уже на новом стадионе в осенний период более 100 учащихся в гимназии приняли участие в сдаче нормативов гражданской обороны. Интенсивные занятия помогают не только укреплять дух, но и могут привести к победам на международном уровне. Над этим усердно работают в ростовской юношеской школе Олимпийского резерва номер 2. Впервые в истории страны два воспитанника одного учебного заведения стали олимпийскими чемпионами. Тренируем мы много, долго, успешно. Результаты, как я уже повторил, хорошие. 821 ребенок в нашей школе учащийся и спортсмен. Школа в числе лучших в Российской Федерации. Ну и не самая последняя в мире. В городе становится все больше соревнований, где ребята могут проявить свои силы и выносливость. Недавно в Ростове впервые состоялся первый международный боксерский турнир городов-побратимов. В нем приняли участие 100 юных спортсменов из Еревана, Ейска, Донецка, Луганска, Минска, Сальска и Ростова-на-Дону. Спорт и бокс в частности в городе процветает, развивается. 2021 год объявлен годом спорта. Конечно же здорово, что наши боксеры имеют возможность проявить себя в боях с коллегами из других стран. Чтобы не ограничивать занятия спортом в зимнее время, для детей и взрослых в Ростове строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Один из них уже почти заканчивают в Первомайском районе на улице Туполева. Теперь здесь могут проходить занятия круглый год, летом на футбольном стадионе, в холодное время в благоустроенном физкультурно-оздоровительном комплексе. Помимо этого в городе завершается первый этап капитального ремонта стадиона «Арсенал». На восстановление спортивного объекта из местного бюджета выделено порядка 60 миллионов рублей. Средства идут на замену покрытия футбольного поля, легкоатлетических зон и беговых дорожек, ремонт трибун, ограждений и архитектурных форм, а также озеленения. А для любителей погонять на двухколесном друге на грибном канале появилась площадка для тренировок. Там завершилось строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом BMX. Здесь установили оборудование для трассы, включающее в себя элементы скейтроллерпарка, стартовые и финишные системы велотрасс, раздевалки, душевые и санузлы. На финансирование спортивной отрасли в 2021 году властями города были выделены рекордные средства – 979 миллионов рублей, что на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. Сегодня Ростов-на-Дону занимает второе место среди городов-миллионников по количеству населения, которые систематически занимаются спортом. С тем учетом, что был год пандемии, были большие ограничения, мы для себя поставили задачу в следующем году провести именно таких больших официальных потенциальных мероприятий гораздо больше. Вы знаете, это и футбольные мероприятия, вы знаете, это были наши забеги, это были массы занятия спортом, это были и пробежки. То есть на самом деле большое количество жителей сегодня активно это направление поддерживает. И, возможно, это только начало. Большие планы у нас на 2022 год. Мы уже в декабре на городской доме выделяем деньги на финансирование и проектирование двух новых бассейнов. Это один бассейн будет для занятия прыжком в воду, второй бассейн – это будет для синхронного плавания. Кто знает, может, Ростов-на-Дону благодаря Году спорта завоюет звание самого спортивного города в стране. Коллеги, ну вот буквально сейчас мы увидели о Годе спорта, это если вкратце, конечно, о нем говорить. Сейчас по каждой теме немного подробнее пройдемся, но первый вопрос, Денис Александрович. А вот тот темп, который мы взяли в 2021, мы сможем поддерживать в 2022 и далее или все-таки нет? Ну, мы же спортсмены, поэтому темп мы обязаны поддерживать. Вот Елена Николаевна уже сказала о том, что мы в 2022 год, уже 1 января, начинаем с пробежки по улицам нашего любимого города. Это говорит о том, что, безусловно, то, что 2021 год был объявлен Годом спорта, это не значит, что в 2022 году мы заниматься спортом не будем. Совсем наоборот, мы этот темп взяли, мы планку для себя поставили и должны идти дальше. Безусловно, вот то, что сказал Алексей Валентинович, что в 2022 действительно большие планы. Большие планы по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры, по развитию наших, огромного количества наших спортивных мероприятий. Это касается уровня и городского, и регионального, и, конечно же, международного. Мы в 2021 году, кроме уже ставшего традиционным турнира Кубка Дружбы по футболу, в котором принимают участие наши города-побратимы и самые крупные, мощные Академии футбола России, мы планируем в 2022 году продолжить и эту тему, и продолжить тот Кубок Дружбы, который мы объявили в этом году по виду спорта бокс. Это стало тоже такой интересной темой, которая привлекла внимание не только российских боксеров, но и наших коллег из ближнего и дальнего зарубежья. В развитии спорта, ну вот не только в нашем регионе, но и как раз ребят, которые приехали из разных стран, помогает ли это? И насколько это сейчас важно, особенно в нынешнюю эпоху? Ну, начнем с того, что у нас большие связи с нашими городами-побратимами. Не только мы приезжаем на соревнования, наши спортсмены, и они приезжают к нам в Ростов-на-Дону, но у нас есть еще понятие обмена опытом. Вот, допустим, та школа спортивной гимнастики, которая была показана в сюжете, уже не один десяток лет сотрудничает со школой спортивной гимнастики в Глазго, в нашем городе-побратиме. И по словам самих же специалистов по спортивной гимнастике города Глазго, за эти 20 лет сотрудничества уровень спортивной гимнастики этого города вырос практически с нуля до 100%. Теперь их спортсмены имеют возможность завоевывать высокие места на международных соревнованиях, чего совершенно не было тогда, когда все только начиналось. Таким же образом мы сотрудничаем и с другими городами по абсолютно разным направлениям и разным видам спорта. Вы знаете, что в нашем городе развивается более 50 видов спорта, все олимпийские виды спорта, которые включены в программу летних олимпийских игр. И в каждом из этих видов спорта мы, безусловно, можем похвастаться хорошими спортсменами, хорошими и высокими результатами. Надо сказать, что с Олимпиады 1952 года нашими спортсменами, горожанами, завоевано более 30 только золотых медалей. Не каждое государство может себе позволить говорить о таких успехах. Но об Олимпиаде мы с вами еще успеем поговорить. Сейчас хочется поговорить о чем-то более приближенном к нам, о Ростове-на-Дону. В частности, у меня вопрос про стадион «Арсенал». Если я сейчас ошибаюсь, поправьте меня, в марте 2022 года должна завершиться его реконструкция. Он должен вновь открыться. Самый главный вопрос, будут ли открыты отделения по новым видам спорта? Что он сможет предложить горожанам, Елена Николаевна? Вот в развитии материала, который вы сейчас увидели, и выступления Алексея Валентиновича Лагвиненко, хочу сказать, самая главная цель, которую мы преследовали, это вовлечение как можно больше, прежде всего, наших детей и жителей города к занятиям спорта. И мы последние годы отмечаем, что все больше людей выбирает именно здоровый образ жизни. И не менее важно отметить то, что сегодня на спортивные площадки приходят семьями. Это родители с детьми. Это тоже очень важно. И мы это, вот развивая инфраструктуру по месту жительства, мы как раз преследовали цель, чтобы было в зоне проживания наших жителей, было доступно для площадки для занятий спортом. Это одна сторона. Вторая сторона. Та инфраструктура на стадионе «Арсенал». Здесь еще не было показано, что мы возвели два модульных здания в Первомайском районе и в Советском районе, которые позволят нам открыть новое отделение в спортивных школах. А это значит, мы примем сотни детей для занятий, и из бюджета города выделены средства на оплату труда тренеров для занятий, например, легкой атлетики на стадионе «Арсенал». Поскольку мы уже сегодня выполнены работы по прокладке, беговых дорожек, замена покрытия стадиона, эта площадка нам позволит на системной основе, на регулярной основе проводить занятия, тренировать и готовить будущих спортсменов в таком виде спорта, как легкая атлетика. Возможно, будущих победителей Олимпиады. Конечно, конечно. А что касается спортивных школ в Советском, Первомайском районе, модульное издание, они нам позволяют вести занятия по таким видам спорта, как гандбол и футбол в круглогодичном формате. Это тоже очень важно. И хочу сказать для жителей, для ростовчан, что все занятия в наших спортивных школах бесплатны. И вот создавая новую инфраструктуру, мы просто число занимающихся детей расширим существенно. И эта работа будет продолжена. У нас есть планы по внесению и реконструкции по спортивной школе номер два, которую мы видели, которая у нас хорошей базой является для подготовки в спортивной гимнастике. Алексей Валентинович сказал о планах и проектировании в будущем году и строительство двух бассейнов. Я думаю, что мы это тоже сделаем в очень короткие сроки. И это тоже позволит привлечь детей к занятиям и таким видам спорта, как плавание, прыжки, высоту в воду. То есть здесь достаточно синхронное плавание. Здесь направлений очень много. Поэтому мы эту тему, безусловно, будем продолжать. Нам очень важно, чтобы такие спортивные школы у нас появились во всех микрорайонах. И мы сегодня работаем вместе по подбору земельных участков для строительства в новых развивающихся микрорайонах. Потому что, я еще раз повторюсь, что это очень важно. И грибной канал, который активно развивается, и который становится точкой притяжения для ростовчан. Даже я знаю, что очень многие из близлежащих территорий приезжают. И вот строительство велотрасс позволит также на базе спортивной школы открыть новое отделение подготовки спортсменов по велоспорту. Поэтому я думаю, что это очень тенденция хорошая. Мы ее будем продолжать. Я знаю, как минимум, несколько примеров, когда люди, которые не занимались до этого, не то что спортом, а просто не выходили на прогулки, на велопрогулки, в том числе после открытия как раз такие грибного канала, каждые выходные стали немного пропадать. Пропадать именно там, на грибном канале. Сейчас я хочу вернуться к теме, которую мы с вами уже затрогнули, Денис Александрович, про Олимпиаду. Выступления наших спортсменов в Токио. Как вы вообще можете прокомментировать, успешные, можно ли назвать эти Олимпийские игры успешными, конкретно для Ростова-на-Дону? Есть ли над чем работать? Мне кажется, назвать успешными их нельзя. Я бы назвал это выступление грандиозным, фееричным. Какие угодно слова, потому что 14 медалей для одного города – это действительно сумасшедший успех. Четыре золотые медали, семь серебряных и три бронзовых медали. В разных видах спорта – это и фехтование, и спортивная гимнастика, и гандбол. Безусловно, это сумасшедший успех. Это показатель действительно развития вида спорта в нашем городе с давних времен и по сегодняшний день. Безусловно, эти медали – это не просто чем мы хвастаемся. Мы этим, безусловно, дорожим. Мы чтим имена всех наших олимпийских чемпионов предыдущих лет. Но самое главное для нас, что это дает толчок для будущих успехов. Это популяризация, прежде всего, массового спорта. После таких успешных выступлений, конечно же, набор в спортивные наши отделения, наших муниципальных спортивных школ резко увеличивается, возрастает. И то, о чем сказала Елена Николаевна, с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов становится возможным принимать большее количество детей. Поэтому на вопрос, есть над чем работать, нам всегда есть над чем работать и будет над чем работать. Но прежде всего, это массовое занятие спортом. Это чтобы у наших жителей была возможность пропадать на выходных днях, будь то грибной канал, будь то любые другие спортивные сооружения. И вот к словам Елены Николаевны, дополню, что в 2022 году мы планируем еще построить два новых футбольных стадиона с беговыми дорожками. Это будет Первомайский район и Ворошиловский район, что принципиально важно для Ворошиловского, самого большого густонаселенного района нашего города, появится такое большое, хорошее спортивное сооружение. Позвольте мне добавить к этой теме, что вот развивая массовый спорт, мы очень тесно взаимодействуем с нашими спортивными клубами. И с футбольным клубом Ростов. И игроки, и тренеры с удовольствием приходят в наши школы, рассказывают, тренируют, дают мастер-классы. Наши гонболистки открыты и активно также принимают участие в тех секциях, которые у нас есть по гонболу. И также взаимодействуют и в подготовке тренерского состава. И самое главное, для детей пример, когда они приходят на занятия и вместе для детей показывают мастер-классы. И в этом направлении такая же у нас практика есть и по синхронному плаванию. То есть все именитые спортсмены, несмотря на их достижения, они активно откликаются и встречаются с нашими детьми и взаимодействуют в развитии системы подготовки спортсмена. Кстати говоря, Оргкомитет по подготовке года спорта 2021-го у нас возглавила олимпийская чемпионка по гонболу Майя Петрова. Совпадение ли? Нет. Не думаю, что это совпадение. Именно 2021-й стал для нас таким значимым, если мы говорим об Олимпиаде. Не могу не затронуть один достаточно немаловажный вопрос. Если мы говорим о больших победах, то это работа не одного года. Большие победы, если мы говорим о больших спортивных победах, это всегда долгие годы, это упорный труд ребят, которые занимаются, тренеров, которые с ними занимаются. О том, как замотивировать молодых спортсменов, вы только что нам рассказали. Мне больше интересно сейчас, изменилось ли что-то за последние годы? Больше ли детей стало приходить в различные спортивные дисциплины, в том числе в олимпийские, возможно, не в олимпийские, ну, точнее, в олимпийские в том числе, например, если говорить о футболе. Это олимпийский вид спорта, тем не менее, мы почему-то привыкли его воспринимать все-таки отдельно от Олимпиады. Возможно, хоккей, развитие хоккея в Ростове, гандбол. Вы знаете, вот когда закончился чемпионат мира по футболу в 2018 году, то мы действительно увидели такую активность, как со стороны самих детей, со стороны родительской общественности, потому что, конечно, все хотели заниматься футболом. И, скажем, победы наших чемпионов на последней Олимпиаде Никиты Нагорного, спортивной гимнастики. Я приглашаю всех желающих посмотреть, как ведется тренировочный процесс, и вас приглашаю посетить. Мы видим, какой большой интерес это вызывает у детей. Детей желающих очень много. И мы видим, что есть дети, которые добиваются больших результатов. Мы создаем условия, они участвуют в региональных соревнованиях, они ездят на всероссийские соревнования. Мы видели даже международные турниры, в том числе в нашем городе проводятся. И с тем, чтобы поддерживать этот интерес к спорту и к вовлечению их в профессиональные занятия, у нас сегодня главой администрации учрежден премиальный фонд. Мы выплачиваем именные стипендии детям, которые уже показали, добились хороших результатов. И мы вот с 2022 года, мы фонд этот и размер премиального фонда увеличили, и выплачиваем в течение года эту стипендию детям, которые добиваются хороших результатов на различных соревнованиях, ну, скажем так, выше муниципального. И вот буквально совсем недавно у нас завершился наш муниципальный турнир по футболу, где принимало участие не только наши дети Ростова, а приезжали дети с близлежащих, ну, можно сказать, с Ростовской области. Это были дети Батайска, это дети были Белой Калитвы, это были дети с самых разных муниципальных образований нашей области. И мы открыты и всегда рады, так сказать, проводить подобные соревнования. Только очень хочется, чтобы все-таки мы были сняты все ограничения, мы могли вернуться к нормальной, полноценной, в том числе и спортивной жизни, и для подростков, и для взрослых, потому что я думаю, что ростовчане любят спорт. Денис Александрович, не могу не задать вопрос, касающийся... Вы отметили, что если мы говорим о летних видах спорта, то тут, конечно, Ростов, мы и по погодным условиям больше подходим под летние виды спорта, планируется ли развитие зимних видов спорта. В том числе, опять же, повторюсь, хоккея, который я затрагивал буквально недавно, тем более с учетом того, что последние достижения нашей хоккейной команды заставляют задуматься над развитием. Зимние виды спорта развиваются в городе достаточно давно. Не могу сказать, что мы можем похвастаться такими же результатами, как в летних видах спорта, наверное, это было бы странно для нашего региона. Но, тем не менее, популярность и фигурного катания, и хоккея с шайбой в целом в нашей стране достаточно высока. Поэтому и в свое время была открыта федерация и по одному виду спорта, и по другому. Безусловно, мы внимательно следим за выступлением нашей хоккейной команды Ростов, которая занимает одни из лидирующих мест высшей лиги нашего первенства России. Да, безусловно, для того, чтобы профессиональные команды шли вверх, здесь нужно задумываться и о развитии инфраструктуры, и о повышении качества работы специалистов, которые работают сегодня с детьми в наших детских спортивных школах. Но самое главное, на мой взгляд, что у нас есть спортивная школа, которая занимается и тем видом, и другим, занимается достаточно большое количество детей. Всегда, когда есть занимающиеся дети, есть перспективы роста для, в том числе, и профессиональных команд. Что касается развития инфраструктуры, то уже сейчас обсуждается проект создания строительства Ледового дворца на левом берегу Дона, ведется работа с инвесторами на эту тему. Я думаю, что в ближайшие годы такой дворец появится, и наша команда «Любимая Ростов» обретет новый дом. Вспоминая те годы, когда они выступали во дворце спорта и собирали практически на каждый матч аншлаг, я думаю, что и в новом зале будут аншлаги, и горожане с удовольствием будут посещать матчи любимой команды. Как правильно отметила Елена Николаевна, аншлаги возможны только при полном снятии ограничений. Будем верить, что уже совсем-совсем скоро это наступит. И, собственно, у нас осталось буквально 2-3 минутки в конце. Очень хотелось бы подвести от каждого из вас небольшой итог этой программы, небольшой итог всего этого 2021 года. Ну и, собственно, у вас есть возможность пожелать что-то жителям Ростова уже в новом 2022-м. Елена Николаевна, давайте начнем с вас. Ну, несмотря на сложный и в то же время достаточно интересный 2021 год, мы действительно многое сделали, и в том числе в развитии спортивной инфраструктуры и развития наших спортивных секций. Мы эту работу будем продолжать, и мы внимательно следим за потребностью наших жителей, за интересом, который проявляют наши жители к тому или иному виду спорта, и в этом направлении будем продолжать работать и в тесном контакте с инвесторами, которых в Ростове достаточно. Ну, а пользуясь такой возможностью, я хотел бы поздравить всех ростовчан с наступающим Новым годом. И самое главное, пожелать всем доброго здоровья и пригласить всех 1-го числа на забег новогодний, чтобы еще раз укрепить свое здоровье. Денис Александрович, от вас напутственное слово жителям Ростова уже в 2022-й и, возможно, краткий итог 2021-го. 2021-й год уверенно ставит неизгладимый след в жизни любого любителя спорта в нашем городе. Уверен, 2022-й год, начиная уже с 1-го января, зажжет спортивным пламенем сердца всех наших ростовчан. Поэтому, пользуясь случаем, конечно, всем пожелаю здоровья, спортивного настроения и всего-всего самого доброго в 2022-м году. От себя же хочу сказать вам огромное спасибо и за вообще все спортивные события, которые происходили и происходят, собственно говоря, у нас в Ростове. Я как человек, который так или иначе все-таки со спортом соприкасаюсь, периодически вижу то самое развитие. Мне очень приятно смотреть, конечно, на успехи наших спортсменов, в том числе Олимпиада, которую мы сегодня не раз затрагивали, и на успехи наших команд. Я говорю о Ростове хоккейном, о Ростове футбольном, о Ростове волейбольном, о котором тоже никак не забывать о Ростове гандбольном. Вы правильно меня поправляете. Я более чем уверен, что несмотря на то, что 2021 год спорта завершается, в Ростове-на-Дону спорт будет не просто на том же уровне, он будет расти и развиваться. И более чем уверен, что уже на следующей Олимпиаде мы привезем еще больше медалей, чем это было в этом году. Еще раз я благодарю вас за эту программу. Спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях были заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова и начальник управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский. Я напоминаю, это была завершающая программа года Ростов-город-на-Дону. Мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро, в 2022-м. И поверьте, у нас еще очень много тем для обсуждения. В студии был Всеволод Гимбут. С наступающим вас Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова